Слава Украине! Героям слава! Приветствуем от Полонского! В Мелитополе Бавовна, очередная, сегодня такой, знаете, бавовняный день, и вчера был бавовняный день. Но Бавовна в Мелитополе, она сегодня своеобразна. Напомню, город оккупирован российскими фашистами еще с конца февраля, да. Они его почти сразу захватили. Так вот, Мелитопольская Бавовна сегодня постигла очередного коллаборанта, некто Микола Волок. Микола Волок, я такой, точнее, может уже и Буф, пока по результатам не скажу. Был в свое время депутатом местного совета от преснопамятной социалистической партии, которая больше не существует. А как только туда пришли расисты, он стал каким-то, скажем так, заместителем местных гауляйтеров. То есть, на побегушках был у фашистов. И, собственно говоря, 6 часов утра сегодня, 6 числа в 6 утра сегодня возле его дома бабахнула машина. Судя по всему, вместе с ним, степень прожарки данного персонажа в настоящий момент выясняется. Ну, а я от себя могу сказать, ну, тысячу же раз говорил, но не подвергайте опасности своей жизни. Пишите покаянное письмо. Рассказывайте, я сейчас коллаборантом. Рассказывайте о том, что вы натворили. Пишите, идите в СБУ, сдавайтесь. СБУ поймет. Насчет простить я дико сомневаюсь. Но простить, в результате спростить через 15 лет. Вы уже будете на свободе и очень даже живы. А ближайшие 15 лет вы будете на полном гособеспечении. Что плохого? Куда лучше, чем кого-то там сожрут черви. Ну, вот подумайте сами. Поэтому берите ручку, карандаш, берите листик бумаги, желательно А4. И расписывайте все свои похождения с 24 февраля. Вас поймут и простят через 15 лет. Слава Украине!